Четвертый грех — это мысль о том, что крутые кадры — это исключительно доскональное знание законов композиции. Почему это грех? Потому что на самом деле законы композиции — это на самом деле никакие не законы. То есть это скорее рекомендации, не частные случаи, которые чаще всего приводят к эстетически нормальному результату, который нормально, гармонично смотрится, но, опять же, это не является догмой. Интересное мини-исследование довольно давно, но, тем не менее, провел мой друг, тоже пейзажный фотограф Александр Гермалицкий. Он взял фотографии вот такие разные, которые ему нравятся, очень классных фотографов мирового уровня, то есть не только российских, а прямо со всего мира. Он собрал около 300 фотографий — 284, если точно. И он решил исследовать их на предмет, насколько они соответствуют самому распространенному композиционному правилу — правил третий. Да, знаете такое? То есть, когда мы развиваем на 9 частей фотографию, самые важные объекты должны находиться либо на осях, либо в точке пересечения этих линий. И вот он решил проверить, насколько они соответствуют этому правилу третий, этому закону композиции. И результаты его исследования — да, я не привожу там детали, у него всякие графики, в общем, такой прям отдельный пост написал еще тогда в журнале. У него было два таких очень интересных вывода. Первый вывод — это то, что почти в половине фотографии, которая наследовала, горизонтальное сечение проходит прямо посередине кадра, то есть это прямое противоречие правил третий, то есть есть еще такая общая тема, связанная с композицией, это то, что нельзя объект поставить в центр каша, всегда надо как-то вот или влево, или вправо смещать. Вот здесь его вывод был прямо противоположный, то есть те кадры, которые ему нравились, это действительно крутые работы мирового уровня, там скорее фотографы тебя хотели к тому, чтобы размещать объекты, важные по центру, а не слева или справа. И второй вывод — это главные объекты практически с равной частотой оказывались как в третях кадра, так и по центру. Это что касается уже вертикальных костей. Но на самом деле это уже такие прям умные слова. На самом деле его исследование говорит о том, что классный фотограф, который создает действительно очень интересные кадры, они не следуют этим самым пресловутым законам композиции. И мне кажется, это очень показательным. Композиция — это вещь хорошая. Если кто-то интуитивно не может работать с балансом, на самом деле баланс — это основная такая тема для пейзажной фотографии, если кто-то интуитивно не может с ним работать, то можно пользоваться вот этими рекомендациями, я бы сказал, по композиции, но ни в коем случае не нужно воспринимать их как долго. Ну и последний грех — это мысль о том, что крутые кадры — это крутая обработка. Ну, это, наверное, одно из самых распространенных заблуждений. И здесь как раз опровергнуть эту вещь я хочу такой тигмы. Когда начинающий фотограф пытается разобраться с обработкой, чаще всего он ищет такие быстрые решения. Он находит уроки, он находит статьи, в которых описывается, как эффектно обработать практически любой кадр. То есть есть некая техника, можно ее применить, и кадр сразу станет крутым. Вроде как вот так он посыпан. Но на самом деле эта вещь, она, в общем-то, бессмысленная, на мой взгляд, потому что с таким же успехом можно просто взять набор из тысячи разных пресетов творческих, наподобие вот как в Инстаграме есть, и все это будет миллион. И просто сидеть вот так вот, щелкать, подбирать, применять каждый пресет со своими фотографиями, подбирать и смотреть, насколько это интересно и красиво получается. То есть это подход, когда мы практически действуем вслепую. Мне кажется, для фотографа, который претендует на что-то больше, это не очень верный подход. И мой подход – это осознанная обработка. Это подход с другой стороны. То есть когда я делаю кадр, я понимаю уже на этапе создания кадра, что в нем главное, какие элементы в нем главные, и из-за чего, собственно, этот кадр и появился. Это первый этап. Если я это понимаю, я автоматически понимаю, какой идеальный внешний вид должен быть в этом кадре, как он должен выглядеть. И исходя из этого, я уже, имея опыт, подбираю инструменты обработки, которые помогут мне подчеркнуть ключевые элементы того или иного кадра. То есть я уже из готового инструментария выбираю то, что мне подходит. И мне кажется, вот этот подход с другой стороны, от результата, от того, что я хочу, он правильный. То есть здесь уже нет работы вслегкую, и это реально уже вот такая фотографическая история, осознанная. Ну и теперь давайте мы перейдем к ответу на вопрос, что же на самом деле хорошая фотография. Если вот все эти мифы, какие-то мы их опровергаем, давайте начинать отвечать на вопросы, что такое на самом деле хорошая фотография. Начнем мы с определения, наверное, что такое плохие кадры или обычные кадры. То есть обычные кадры – это кадры на уровне, вот просто смотришь и тут же забываешь, то есть он никак в память не откладывается. Плохой кадр – это когда вообще непонятно, на что смотри. Ну то есть просто даже непонятно, почему этот кадр возник. Ну и если отталкиваться от обратного, то хороший кадр – это, я уже это повторял сегодня в течение всего выступления, повторю еще раз, это две вещи. Первая – это кадр, который вызывает вашим чувствам, то есть максимально вызывает у вас эмоции. А вторая составляющая хорошего кадра – это то, что этот кадр визуально понятный и визуально интересный. То есть тебе комфортно находиться внутри такой фотографии. Вот если внутри кадра есть и то, и другое, то он претендует на то, чтобы действительно быть хорошим и интересным кадром. Ну и, собственно, мы в конце переходим к технике, которую я использую при создании своих собственных кадров. Я ее, кстати, пропагандирую и советую мне присмотреться другим фотографам, особенно начинающим. Техника – это называется техника семи элементов. И смысл здесь такой – чтобы найти интересный кадр, нужно в окружающем пространстве, в природе найти один или несколько так называемых волшебных элементов, которые и делают кадр сильным и интересным. Давайте разберемся, что это за элементы. Вот здесь я специально выписал 7. Их всего 7 линий формы, оритов, свет, контраст, пространственный момент. Сейчас мы очень быстренько пробежимся по каждому из них. Первое – это элемент линии. Фотография, на самом деле, это плоское изображение. Несмотря на то, что когда мы фотографируем, мы на итоговой фотокарточке видим реальный объект и воспринимаем это как реальность. На самом деле фотография – это картинка. И если вы хотите заниматься творческой фотографией, развиваться как фотограф, вам надо эту вещь очень четко уяснить. Картинка – это плоское изображение, и картинка состоит из разных графических элементов. То есть, когда мы смотрим на эту фотографию, мы можем видеть забор, дорогу, небо, холмы. Это подход такой вот интуитивный, который чувствует сама жизнь. Но творческий фотограф видит в этой картинке немножко другое. Он видит линию, которая уходит в перспективу – это линия забора. Он видит две сходящиеся линии дороги, которые тоже уходят в перспективу. Он видит линии облаков ритмичные, которые находятся на небе. И все эти линии приходят примерно в одну точку. И, собственно, вот такое мышление, мышление графическими элементами и уход от реальности, вот такой получается в голове очень сильный мыслительный процесс. Это как раз фотографический подход. Когда вы перестаете воспринимать реальные объекты, как реальные, и видите графические элементы, тогда вы движетесь вперед и развиваетесь как подход. Значит, линии мы посмотрели. Теперь второй элемент – форма. Форма, ну, вот здесь на переднем плане у нас такой очень выразительный пень с выразительными формами корней. Опять же, понимая, что эта форма здесь одна из самых главных, я скомпоновал кадр именно так, да, то есть выделил форму максимально сильно, да, то есть подошел, сделал широкий угол, подошел близко, и эти формы, они, собственно, заиграли еще сильнее. Второй элемент формы. Теперь третий элемент волшебный – это ритм. Тоже очень яркий пример. У нас есть внутри кадра несколько очень похожих объектов – это стволы деревьев, и они расположены в границах кадра ритмично. То есть расстояние между отдельными деревьями, они более или менее одинаковые, то есть ни одно дерево не заслоняет другое, и это осознанное решение. То есть когда ты видишь в природе вот такой паттерн, да, ты видишь ритм, его очень даже неплохо использовать. Опять же, повторюсь, мы уходим от реальных объектов. Я не снимал здесь деревья, да? Я снимал здесь ритм, я снимал здесь еще контрасты, которые мы уже лучше ставим. Следующий элемент, четвертый – это свет. На самом деле, его можно ставить и первым, потому что в пейзажной фотографии свет – это очень многое. Но, опять же, я не поставил его первым по той причине, что пейзажные фотографы переоценивают вес этого элемента. То есть есть фотографы, которые считают, что если есть хорошее освещение, то хорошая пейзажная фотография получается. Если нет красивого света, значит, можно даже не доставать камеру. На самом деле это не так. Кроме света есть еще шесть элементов, которые с ним не связаны. Можно находить кадры в любых условиях. Но, тем не менее, свет – это очень важная вещь. Если есть классное освещение, эмоциональная составляющая фотографии, она раскрывается максимально. То есть свет – это такой пустой эмоции. И если он есть, повторюсь, это очень важно. Пятый элемент – это пространство. То есть пространство здесь, вокруг вот этой маленькой фигурки рыбака или лодки, есть огромное такое равномерное пространство в единой гамме. И это создает здесь, в данной фотографии, масштаб. Какой-то воздух. Фотография наполняется воздухом. И пространство обязательно нужно использовать, если вы хотите сделать хороший кадр. Ну и еще один элемент – это момент. Здесь как раз один из таких супер-моментов представлен. Это такая квинтэссенция пейзажной фотографии, когда мы помимо какой-то фотографической работы вдруг попадаем на супер-необычные условия, которые встречаются очень редко. Для жителей Москвы такое явление встречается очень редко, поэтому для нас это выглядит очень необычно. Это как раз хороший пример на элемент момента. Но на самом деле туда можно отнести всякие раку, издержание волка, на общем, какие-то супер-события, которые можно использовать с ним. Если вы попадаете в такую историю, значит, кадр уже по определению будет хороший. Что еще очень важно понять, что все эти элементы, они не работают по отдельности. Их семь, да, но это не значит, что они в одной фотографии должны быть только линии, а в другой фотографии должны быть, например, след. Нет, хороший кадр – это комбинация нескольких интересных сфитных фотографических элементов в одном кадре. То есть, допустим, композицию вы выстроили на линиях, на передний план поставили интересную форму, плюс есть какой-то интересный свет. Ну и потом еще извержение волка. То есть вот здесь уже четыре элемента, соответственно, этот кадр будет уже усилен, то есть каждый элемент усиливает другой. Это просто такое уточнение, потому что не все верно понимают. Ну и система… По этой системе, собственно, я ищу свои кадры, я четко понимаю, какой объект реальный может предстать внутри фотографии тем или иным элементом, и такое маленькое подтверждение того, что система моя работает. В 2011 году я поехал в Карпаты, и погода, опять же, как для пейзажных фотографов, была, ну, отвратительная. То есть я провел там две недели, и там было всего два дня, когда мы видели солнце, все остальное. Все остальные дни были пасмурные, были туманы какие-то постоянно. Вот. Но, тем не менее, каждый день в этой поездке мне удавалось сделать хотя бы один интересный кадр, потому что я как раз использовал свою систему себе элементов. Можно посмотреть, да, что, допустим, в верхней фотографии там есть момент, когда вот утром, на рассвете, вдруг над деревьями возникла вот такая полоска тумана. Да, и это уникальный момент, повторить его невозможно. Поэтому там сработало это. Допустим, в правом верхнем у фотографии, там работают вместе свет и пространство, и плюс еще контраст, да, три элемента работают вместе. И получилась такая лаконичная, минималистичная картинка. Где-то есть сверх такой классический пейзаж, видовый, да, вот слева вторая фотография. И так далее, и так далее. Где-то линии, где-то формы. То есть, несмотря на то, что погода не радовала, и не было освещения, все равно каждый день удавалось сделать только хотя бы одну интересную фотографию. Эта подборка как раз это говорит о том, что система это работает. Вот, ну и напоследок просто хочу сказать, что если кому-то тема пейзажной фотографии интересует, у меня есть онлайн-проект, который называется «Пейзаж в кадре». Вот его адрес. Вы можете зайти, там много статей, много бесплатных электронных книжек, да, можете посмотреть и почитать то, что вам интересно. Ну и на этом я, наверное, свою такую лекционную часть закончу. Хочу вам пожелать хороших кадров, да, развиваться, путешествовать, снимать классные снимки. И у нас, наверное, осталось еще какое-то время для того, чтобы ответить на вопросы, если они здесь, конечно. Да, друзья, поднимайте руки. Так, кто, кто хочет первым задать вопрос? Я сразу, отлично, я вас вижу. Вторым, кто хочет? Ага, все, я вас видел. Прошу. Здравствуйте, спасибо большое за выступление, очень интересно. А хотелось бы спросить по поводу курсов, которые вы проводите. Что за курсы и кому-то на них попасть? Ну, я думаю, что нет смысла сейчас всем это рассказывать. Вот этот сайт, который я указал, футаланский пункт, да, если вы туда зайдете, там вы всю информацию найдете. Поэтому просто зайдите, почитайте. То есть, если вкратце, это онлайн курс. Его можно купить. Он проходит в виде видео, есть рабочие тетради, есть всякие примеры, шпаргалки и так далее. То есть вы записываетесь, да, и есть у нас такая закрытая группа, в которой общаются студенты. Вот примерно так онлайн происходит. ОК, есть, да? Передаю теперь вам. Кто следующий после вас? Такой вопрос. Вот вы говорили, да, снимаете иногда в тяжелых условиях, допустим, туманных. Что вы делаете с вытягиванием объектива? То есть мне в этом году в Крыму хватало на два кадра и все. То есть потом... Ну, на самом деле, я здесь вам какой-то Америки не открою. Я мучаюсь точно так же, как и вы. Да, и интересная была история. Ну, не совсем туман, но очень похожа. То есть я ездил в Канаду, и там был, ну, огромный водопад, который был высотой, наверное, метров пятьдесят. Ну, просто огромный, да. У него были пороги такие, можно было взбираться по камням. И мне очень хотелось как-то с близкого расстояния снять отдельные детали этого водопада. Вот, я туда залез, там чуть не упал. Другая история. И когда я достал камеру, я понял, что я ничего не смогу сфотографировать. То есть я просто открываю крышечку, объектив сразу покрывается водяной пылью, и, в общем, все. Я что-то пробовал. На самом деле, получились достаточно интересные кадры с таким вот как размытием, да, из воды на объективе. Но вот так, как тогда, я, наверное, больше никогда не матерился, если честно. То есть та же проблема. Все мы люди, да, и проблемы те же самые. То есть просто протирать объектив и все. Чем чаще, тем больше. Да. Друзья, кто еще хочет спросить? Неужели нет ни одного вопроса? Да. Некоторые люди настолько понравятся. Это я вижу? У меня громко говорит. Ничего. Вы видите, какую оптику вы снимаете, какой системе и какой оптике снимаете? Ну, сейчас я снимаю на Nikon D800. Если оптика, то широкоугольник это Nikon 1635. Полтинник куда дешевенький, он так у меня и остался, и телевик тоже так и остался. Я просто с переходом на фолк-фрейм заменил только широкоугольник. А так вот те объективы 2.1, которые я купил в 2007 году, вот так я на Nikon 1635. Ага, я вижу пошли вопросы из первого ряда. Вы сказали, что приобрели свою первую фототехнику. Во сколько она вам обошлась? То есть это вопрос из серии, что не такая уж она недоступная, да? Ну, не знаю. Ну, на самом деле я уже не помню. Сейчас попробую вспомнить. Тогда еще это в гривнах было, понимаете? Поэтому если я вам скажу 5000 гривен, у вас это как-то вам это даст? На самом деле по долларам это 800 долларов, по-моему, это стоило. Это со всеми объективами? Нет, с полтинником. Объективы, ну, наверное, еще там долларов 800 в течение следующего года я бы тратил. Полторы тысячи, можно так сказать, где-то так. Ну, правда, сейчас по нынешней жизни это уже 100 тысяч рублей. Да, это как бы не совсем детское развлечение, но на самом деле сейчас совершенно другие условия в плане фототехники. То есть сейчас появилось большое количество доступных фотоаппаратов по цене, в которых есть довольно много и, в общем, достаточное количество функций. Например, вот с собой у меня есть. Просто я взял, беру его для таких вот событий, да? Когда мне не нужно снимать пейзаж, а просто хочется его снимать. То есть это Fujik X-T10. Вот такая камера. Я купил ее, по-моему, 350 с китовым объективом. То есть сюда еще добавить очень-то широкоугольник. И вполне достойный комплект для начала будет, да? То есть если ты его особенно не знаешь заранее, пойдет это у тебя, не пойдет, за 50 тысяч, по-моему, нормально. Опять же, через переходник можно поставить очень дешевый широкоугольник, взять какой-нибудь советский, да? Ее тоже будет хорошо. Так что, опять же, по фототехнике проблема, ну, на мой взгляд, надумая. А можно вообще взять смартфон, который есть у каждого, купить за 3 тысячи набор объективов, которые вот таки сверху ставятся. И маленький штативчик, который, ну, для того, чтобы фиксировать, да? Для того, чтобы снимать на рассвете и закате. И тоже вполне можно сделать катер. На самом деле там ручные настройки все есть сейчас. Окей, друзья. Ну что, сессии вопросов, ответы завершаются. Никаких больше моментов уточнить не хотите во втором? Копите все, наверное, на вечерний этот самый батл. Ну, спасибо за внимание.